Всем привет! Это школа Тьютор Онлайн и я, Юлия Михайловна. Тема нашего сегодняшнего урока – суффиксы имен существительных. И она стоит на стыке сразу трех разделов русского языка. Во-первых, имена существительные, то есть часть речи, то есть разделы русского языка – морфология. Далее, суффиксы. Суффиксы изучает морфемика. И остается еще, все-таки мы будем заниматься правописанием, то есть орфография. На этом примере я хочу показать то, что русский язык – это все-таки система. Но, как и любая система, имеет связь всех разделов. Что нам нужно сегодня узнать? Нам надо узнать, как пишутся суффиксы имен существительных и есть ли возможность их запомнить. Или надо все заучивать. Я вам сразу отвечу на вопрос. Запомнить легко. Почему? Потому что все суффиксы русского языка можно разделить примерно на две части. Ну, даже не примерно, а точно. У нас есть одновариантные суффиксы, то есть они пишутся только так и не имеют никакого варианта. Давайте сразу с примерами. Суффикс «есть» – это будет слово, к примеру, «тяжесть», «ость», «молодость», «от», «темнота», где «а» будет окончанием, «ин» – к примеру, «тишина» и «изн» – это пусть будет желтизна. Там везде тоже окончание «а». Все, эти суффиксы вот так вот остались в русском языке и не имеют никаких вариантов. То есть здесь всегда «о», здесь всегда «и», здесь всегда «е». А вот с этими суффиксами нужно разобраться. Четыре пары суффиксов, которые имеют определенные правила, которые надо запомнить, и тогда вы точно их напишите правильно. Поэтому сейчас по каждому пункту мы с вами пробежимся и выучим, а там, честно говоря, все очень легко. Первая группа суффиксов – это суффиксы «ик» и «ек». Я это правило называю правило «ключик-замочка». И так, честно говоря, мои ученики запоминают, и тогда все легко дается. Итак, суффикс «ек», то есть буква «ев» в суффиксе будет писаться тогда, когда она при склонении слово будет исчезать. Например, это слово «замок». Добавляем суффикс, у нас замочек, и начинаем склонять сразу в родительный падеж, ставим «нет замочка». Вот наша гласная пропала, а пропадает именно гласная «е». Теперь берем суффикс «ик» и добавляем к слову «ключ», получается «ключик», а нет «ключика». И вот гласная не выпала. Все, то есть выпадает, пишем «е», не выпадает, пишем «и». Правило «ключик-замочка». С суффиксами «ечк», «ичк», «ичк» тут два суффикса сразу. Вот в чем загвоздка. Нам надо будет знать, от какого слова образовалось наше новое слово с этим суффиксом. Если в слове был ранее суффикс «иц» или оно оканчивалось на «иц», вот это «ц» обязательно, то «ц» будет чередоваться с буквой «ч». Ну и, соответственно, дальше за собой тянуть суффикс «к». Как это работает? К примеру, у нас есть слово «лестница», добавляю суффикс, получается «лестничка». Вот наш «и», а почему «и» здесь есть? Да потому что в слове «лестница» тоже есть «и». Ну и все, получается у нас будет суффикс «ич» и суффикс «ка». В каком еще есть слове? Ну, к примеру, пуговица. То же самое, пуговица, пуговичка. С суффиксом «ечк» все намного проще. Нам без разницы, что там было до этого. Главное не «иц». Если вот этого «иц» нету, значит добавляем суффикс «ечк». Суффикс «ечк» используется для создания уменьшительно-ласкательных форм имен. К примеру, Олечка, Юлечка. Или, к примеру, троечка. Кстати, надеюсь, троечки вы не получаете в школе? В этих словах везде суффикс «ечк». Еще одна пара суффиксов, в которых очень важно знать, от какого слова у нас образовалось. Если слово оканчивается на «ин», что логично, то мы к нему будем добавлять суффикс «ка». Если же слово на «ин» не оканчивалось, то у нас будет сразу же неизменный суффикс «енг». Примеры. К примеру, у нас есть слово «соломинка». Думаем писать «е» или «и». Возвращаемся на шажочек назад, то есть убираем суффикс «ка». Получается «соломина». Такое слово есть? Конечно же, значит пишем «соломинка». И у нас там будет два суффикса «ин» и «ка». Если же у нас это вот «ка» мы убрать не можем, к примеру, у нас будет слово «сосенка». «Ка» у нас не убирается, соответственно, в слове «сосенка» суффикс «енг». Или еще пример с этим суффиксом «вишенка». «Вишня» и потом у нас добавляется суффикс «ка». Будьте там внимательны, потому что в этих словах не всегда, вот я вам сейчас привела слово «с вишенка», а там все-таки в вишенке «ен» входит в часть корня и добавляется суффикс «ка». То есть, в принципе, с эморфемикой надо разбираться еще и с словообразования. Вот так я вас сейчас запутала. И если все, что я наговорила, вы не поняли, значит, вам надо обращаться в нашу школу Тьютор Онлайн. И тогда вы точно не запутаетесь в этом прекрасном, великом и могучем русском языке. И у нас с вами осталась еще одна пара суффиксов, которых тоже надо разобраться. Это суффикс «ец» и «иц». С суффиксами «иц» и «иц» нам надо знать два фактора. Во-первых, правильно определять род у существительных, а во-вторых, правильно ставить ударение. Значит, если у нас слово мужского рода, то мы пишем суффикс «ец» сразу же. Если слово у нас женского рода, значит, сразу же пишем суффикс «иц». А вот со средним родом нам надо будет подумать. Если у нас будет ударное окончание, тогда пишу «ец». Если же окончание безударное, то пишем «иц». Как это выглядит на примере? Мужской род очень просто. К примеру, слово европеец. Там «ец». Женский род, к примеру, владелица. Женский-женский. Пишем суффикс «иц». Разбираемся со средним. К примеру, я купила пальто. Ну, как пальто? Пальтицо. Что сделаем? Пальтицо. Ударное. Ну, это формально, да, мы указываем как окончание. На самом деле в слове пальто, да, нет окончания, потому что неизменяемое слово. Говорю, это формальность. То есть пальтицо. У нас ударение на последний слог. Можем давайте слогами изъясняться. А если на последний слог, значит, пишем суффикс «ец». Ну, к пальтицу надо купить платьице, естественно. И вот наше платьице. Ударение у нас идет на корень. Платьице. Значит, суффикс будет «иц», как мы и говорили. Вот, собственно, и все, что можно сказать про суффиксы русского языка. Видите, ничего сложного. Пять суффиксов запоминаем. Четыре пары суффиксов тоже запоминаем. А главное, не запутаться. Давайте быстренько еще раз. Ик-ек зависит от того, убегает наше гласное или нет. Ключик-замочек. Ичк-ечк зависит от того, слово на «иц» было или не на «иц». Йенг-инг было слово на «ин» или не на «ин». А «ец» и «иц» у нас зависят от рода и от ударения в этой форме. Вот и все. Видите, суффиксы существительных не такие сложные, поэтому я вам желаю писать и говорить грамотно, а также учиться вместе со школой Тьютор Онлайн. С вами была Юлия Михайловна. Всем пока!